После встречи крещенского сочельника в ночь с 18 на 19 января православные верующие празднуют один из главных двунадесятых праздников – День Крещения Господня. Крещение Господне, или как его еще называют Святое Богоявление, один из самых старинных христианских праздников, завершающих рождественские святки. Господне Крещение – это событие из Евангелия, связанное с крещением Иисуса в реке Иордан Иоанном Крестителем. Евангелие рассказывает нам, что когда Иисус крестился, на него снизошел Святой Дух, облаченный в голубя. Вместе с этим голубем был слышен голос, который сказал «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А еще этот праздник известен как День Просвещения. Это великий день духовного просвещения, когда Христос даровал падшему во грехе человеку возможность получить благодать Святого Духа после обряда крещения. Праздник Крещения Господня имеет тройное название – это Крещение, Богоявление и Просвещение. Понятно, почему называется Крещение, потому что Сам Господь сходит в воду Иордана, и Иоанн Петичи совершает над ним это таинство Крещения. Почему называется Богоявление? Потому что здесь было явление всех лиц Святой Троицы. Второе лицо, Иисус Христос, сходит в воду Иордана, Дух Святой в виде голубя сходит на главу Спасителем, «А Бог Отец, поскольку мы не можем Его во плоти видеть, то был только голос Отца Небесного. Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, то есть в Котором Моя благая воля, ибо воля Отца Небесного была такова, чтобы Его Второе лицо, Иисус Христос, Он сошел на эту землю, мы знаем, что как раз праздник Рождества Христова, и говорит о Боговоплощении, когда Спаситель принимает на Себя человеческую плоть, для того, чтобы затем на кресте, не призрично, а действительно настрадавное тело, и мы с вами не спасаемся как раз распятием на кресте нашего Сына Божия. И еще третье название – просвещение. То есть мы знаем, что Спаситель крестился в возрасте 30 лет. Это возраст, согласно даже и ветхому учению, когда человек может уже учить, когда он может выходить на проповедь. И мы знаем, что Спаситель после крещения выходит на проповедь и призывает покатиться, ибо приближилось Царство Небесное. Поэтому праздник действительно очень светлый. Но о том, что лица Святой Троицы мы знаем еще из Ветхого Завета. Ведь уже Аврааму явилась Святая Троица, видя трех ангелов. Но это был Ветхий Завет, и здесь еще не было открыто явления Святой Троицы. А вот уже при совершении крещения на Спасителя мы видим, что уже все лица Святой Троицы явились как бы явно и открыто. Но иногда, знаете, особенно во время атеизма, говорили, что мы освещаем воду якобы каким-то серебряным крестом. И тут и серебро очищает воду, она становится святой. И, конечно, это в корне неправильно, ибо мы освещаем воду обычным крестом. Вот даже здесь я держу в руках, это обычный железный крест, покрытый никелем. И можно освещать деревянным крестом, да любым из чего он сделан, из любого вещества. Но это совсем не означает, что мы освещаем эту силу в кресте. Да, конечно, на кресте изображается Спаситель. Мы знаем, что когда он при совершении над ним крещения сошел в воды и воды реки Иордана, и река, конечно же, освятилась. Но до этого мы знаем, что Иоанн Претечий тоже крестил. Крестил людей, подходящих к нему. То есть этим кречением он подготавливал людей к принятию Христа. Но ему говорили, почему ты крестишь, если ты не Христос? Он говорил, что идет за мною тот, у которого я не достоин развязать ремень его обуви. Он будет крестить Духом, Святым и огнем. Поэтому при совершении вот этого таинства освещения воды мы призываем Духа Святого. Мы говорим, сам оба человека любви, солю приедем, и ныти, и ныне наити, Святаго Твоего Духа, освяти воду сию. Поэтому независимо, из чего сделает крест, она освещается Духом Святым. Поэтому, может быть, как раз мы говорим, что вода какая бы она ни была, она при этом получает благодать, она становится святой, становится великой агиазмой, то есть великой святыней. И поэтому христиане должны обязательно эту святыню хранить у себя в жилищах своих, в течение всего года. Они сомневаются, что она испортится или будет какое-то другое. Нет, она сохраняет свои свойства. Нужно сказать еще и о том, что иногда говорят, а почему-то вода стала другой. А потому что люди ведут себя недостойно этой святыни. Если она у вас есть, так вы должны уже не выражаться непотребными словами, не ругаться. То есть вести себя достойно, поскольку в вашем жилище находится такая святыня. И действительно, вода имеет свойство воспринимать ту информацию, которая вокруг происходит, которая выделяется от нас, людей. И очень давно уже известно, что если люди недостойно себя ведут, то она принимает эту отрицательную информацию в себе и теряет эту благодать Святого Духа. Да и мы с вами, если мы только посещаемся, мы тоже принимаем в себя благодать. Но если ведем себя недостойно, мы теряем ее. Почему у человека бывают такие моменты тоски, уныния, печали? А потому что он потерял эту освящающую, поддерживающую его благодать. Поэтому мы как говорим, что освящается она не веществом, из которого сделан крест, а именно благодатью Святого Духа. И вот когда Иоанн крестил людей, приходящих к нему, то представляете, вот эта вода, какой она становится. Для примера, когда я крестил, начало 90-х, когда была дана свобода, вероисповедание, то мы крестили по 40-45 человек за один раз, взрослые, дети, и пришлось крестить не в одной, а в двух купелях. И представляете, вот когда мы опускаем одного человека в купель, второго, третьего, то какая вода становится? Так вот, как раз, представьте, какая была вода в Иордане, когда крестил Иоанн Претеча. Она тоже впитывала в себя те грехи, которые исповедовали перед Претечей люди, приходящие на эту реку. А воды становились тяжелыми, воды становились, конечно же, безблагодатными, они становились грязными. И вот представляете, в эти воды входит сам Господь, сам Спаситель. И поэтому, конечно, они осветились, даже подтверждается это тем, что интересно, даже у царя Давида, это было предсказано раньше, море в виде и побежи, и Иордан возвратись и вспять. Представляете, река увидела Бога, и, соответственно, в этой воде, она даже повернулась, она потекла обратно в какой-то момент. Вот такое было действительно движение воды. И поэтому, конечно, несомненно, она осветилась, и люди сейчас до сих пор входят в эти воды Иордана и получают благодать, которую она содержит. Поэтому, мне хотелось бы, вас поздравить с этим прекрасным праздником светлым и пожелать, чтобы вы были достойны этой святыни, хранили ее у себя в жилищах. И в отдельные, определенные моменты, когда вам бывает тяжело, несомненно, нужно ее принять со святой просворой, со святой просворой или с тем же с той святыней, которую мы даем после Пасхи, то есть с Артасом. Таким образом, даже, например, если нет рядом священника, то можно убирающему дать вот этой святой водичке и кусочек Артаса. То есть, в какой-то степени он даже заменяет причастием. Но мы говорим в том смысле, что когда нет рядом священнослужителя. Вода является началом всего живого на этой земле. Погружение в воду считается священным обычаем. И именно таким образом начали тогда крестить людей. В этот день тысячи православных христиан отправляются к местным водоемам, чтобы окунуться в воду. Большинству традиций уже не следует, но самые известные обычаи и приметы этого дня имеют такое же важное значение, как и в давние времена. Так, в ночь с 18 на 19 января в Буе было организовано массовое крещенское купание. О своей готовности к его организации еще на прошлой неделе заявили сотрудники администрации, специалисты коммунальных служб, полицейские, медики, спасатели. Организованные крещенские купания в Буе не проводились два года из-за погодных условий. По последним замерам, сделанным на днях, толщина льда в реке Костроме в районе автомобильного моста составляла 25 сантиметров, что, по словам специалистов, достаточно для проведения купаний. К тому же, в этом году стоят устойчивые морозы, которые в это время называют крещенскими. Место для сбора людей и саму прорубь, как ее называют Иордань, в знак того, что Иисус Христос крестился в Иорданских водах, подготовили муниципальное предприятие «Дорожник» и индивидуальный предприниматель «Кузьмин». Окунались в ледяную воду люди на правом берегу реки Костромы рядом с Воскресенской церковью. В общей сложности на месте мероприятия дежурило 15 человек, три единицы техники. Это спасатели, пожарные, фельдшер скорой помощи. Сотрудники отдела внутренних дел провели антитеррористические мероприятия и обеспечивали общественный порядок. Для всех, кто окунался, фирмой «Вариант С» был подготовлен горячий чай, а волонтеры Центра молодежи предлагали его всем желающим. Рядом с прорубью одной из железнодорожных организаций ЭЧ-3 был установлен фонарь. Купание началось в полночь и прошло без каких-либо инцидентов. Администрация города также сообщает жителям частного сектора, что после крещения будут оборудованы проруби для полоскания белья.